То есть пока непонятно, сыграет он в США или нет? Я надеюсь, что сыграет. Не похоже на то, что у него серьезное повреждение, скорее всего, ушиб. Сегодняшней игрой команды насколько довольны? Потому что я так обратил внимание, вы так покрикивали сегодня на игрок. Ну, конечно, мы действовали не без ошибок. Несмотря на то, что сегодня в матче такой счет, сборная Финляндия достаточно серьезный соперник, и приходилось вносить корректировки по ходу игры. Поэтому и приходилось повышать глаз. Ожидали, что самый такой разгромный счет будет именно в полуфинале против Финляндии? У нас была задача победить. Как мы добьемся этой победы и с каким счетом, мы, естественно, эту задачу не ставили. Мы готовимся уже к следующей игре, она главная для нас. Я правильно понимаю, что финны действовали не совсем в такой хоккейной чистой манере, а так компенсировали свои недостатки такой другой игрой. Ну, они достаточно жестко сегодня действовали, порой не нарушая правила. Но, отдать честь нашим парням, я просил, чтобы они не отвечали на их провокационные, там, облахные, любые действия силой какой-то, оберегивали просто. И, к счастью, да, удалось переиграть и наказать соперника на результат. А насколько тяжело молодых ребят вот так приструнивать, потому что там было видно жарко на меру? Да, я ребятам могу только поблагодарить, что они меня услышали и молодцы, что вы помогли. Впереди США. Как готовы физически, морально? Ну, я не думаю, что там здесь нужно, точнее, искать какие-то дополнительные, там, стимулы, да, к игре США. Понятно, что это серьезный соперник, и обыграть его хочется. Поэтому, и даже для ребят ничего искать, никаких дополнительных аргументов. Они сами прекрасно понимают, что для них это серьезно раздражает, как думают для соперников, в том числе. А сегодняшнюю игру с Канадой и США будете? Да, обязательно. Ну, просто вкратце сказать, как вы себя чувствуете, и что вы думаете о завтрашней игре с Канадой и США? Ну, все отлично, немного подостали после игры. Сейчас остановим силы, эмоции, все, и выйдем на завтрашнюю игру заряженную. Что вы знаете про Лиганцев? Ничего нового для нас, команда. Пару игр за ними следили, но есть хорошие ребята. Сейчас была довольно легкая игра для вас, а завтра, возможно, будет сложнее. Саша, что вы считаете? Да я бы не сказал, что это легкая игра, хорошая команда. Просто нам где-то повезло. Где-то мы больше реализовывали моменты, чем они. Ну, завтра, думаю, будет тяжелая игра, трудная для нас. Ну, будем так же играть, идти вперед. Думаю, удача будет на нашей стороне. Ну, как впечатление от такой игры? В 10 голов в Финляндии, в общем, даже не знаешь, что сказать. Впечатления хорошие. Очень рад, что так получилось, что много забили. Хорошая игра. Ну, ожидали, что так много удастся забить? Не, не ожидали. Думали, будет. Ну, знали, что будет хорошая игра. Нам где-то больше повезло. Где-то броски пошли быстрее. Больше перебросали их. Ну, во втором, как ни странно, они даже перебросали. Но в первом 18-6 было, да. Ну, это да. При том, что втроем играли. Ну, да. Ну, первый период мы пошли активно. Там перебросали. И второй период почему-то не особо как-то сыграли. То ли расслабились, то не знаю, что случилось. В третий период нам сказали отыграть до конца. То есть, ну, вы лучше реализовывали моменты во втором периоде. При этом все равно уже 3-1. Ну, это да. Повезло больше 2-5. Ну, не знаю, как там. Ну, не знаю, как там. Сам себе сделал подарок на день рождения или партнера побаловали? Ну, спасибо партнерам. Говорю, без них ничего не получилось. Команда понравила. С хорошим настроением все вышли. Я смотрю, вы выходите еще в большинстве первую пятерку. Какой у вас обычный такой вариант большинства? Ну, это не раз сказали. Гуслан, ты сыграешь, будешь играть в первом зиме с позеркой. Сыграй поостороже. Вместо кого? Да, вместо твоих защитников. А вместо одного из защитников. То есть, кудрявцев вы как-то. Увага. Вот asking. Поехали. Спасибо. Weekly.